Я хочу рассказать и презентовать книгу «Мусульманское искусство в Волго-Уральском регионе». Это мое авторское учебное пособие, которое было создано по программе Министерства образования и науки Российской Федерации для тогдашнего татарского государственно-педагогического университета и для Российско-Исламского университета. Это первое издание, где мусульманское искусство рассматривается как совокупность эстетических, философских и искусствоведческих аспектов его изучения. В данном пособии важное место занимает первая глава, которая посвящена основам исламского искусства. Да, этот вопрос очень сложный и дискуссионный, потому что в исламском искусстве часто видят не то, что хотелось бы видеть. И вообще до 90-х годов нашего столетия, начиная с 20-х годов, после революции, это искусство как таковое вообще отрицалось. И считалось, что народы имеют свое этническое искусство, а вот религиозное искусство является выдумкой идеологов религиозных. Только с 90-х годов, со второй половины 90-х годов, вот этот термин, мусульманское искусство, он получает свое развитие и обратно возвращается в науку и об искусстве, и в целом о культуре. Когда мы говорим мусульманское искусство, то, естественно, мы его разделяем на искусство исламское, чисто религиозное, и мусульманское, то есть искусство мусульманских народов или народное искусство. Надо сказать, что ислам – это первая монотеистическая религия, которая появилась в Поволжье. Как мы знаем, в 1922 году здесь был принят, на этой территории был принят ислам. Естественно, с принятием ислама складывается и пространство для развития мусульманской культуры. Это пространство, и оно наделено было не только местными такими традициями, культурными традициями, но на него сильное влияние оказывала и культура всего мусульманского мира. Эта культура мусульманского мира в Средневековье простиралась от Испании до Индии, от Африки до севера. Самой северной страной ислама считалась как раз Волжская Булгария. И вот эта обширность мусульманского искусства и ее единство, поскольку мусульманская культура, она вообще строится на принципах единства и единого Аллаха, то, естественно, в нем мы видим единую такую общую стилевую направленность в мусульманском искусстве. Да, есть какие-то региональные элементы в этом искусстве, которые связаны с этническими традициями. Но если мы посмотрим целиком на мусульманское искусство, то увидим, что оно является единым на всех территориях проживания мусульман. В чем обусловлено это единство? Ну, во-первых, в том, что мусульмане верили в единственность Бога и единство всех мусульман. Это раз. И не отделялось искусство от религии. В исламском мире оно составляет единое целое. В чем проявляется это единство? В том, что мусульманские мыслители считали, что мир неотобразим и не может быть натуралистически копирован художником. Мир передается в абстрактных и символических образах. Поэтому в мусульманском искусстве основными художественными средствами являются орнамент, узор и каллиграфия. Естественно, характерным особенностью для мусульманского искусства также являются цветовые решения и композиционные решения. В орнаменте это, допустим, арабецкий, гирих. В цвете это солнечные такие цвета радуги, яркие цвета, которые придают искусству жизнерадостность и близость ко всем творениям Аллаха. Основы исламского искусства лежат и в основах мусульманского искусства в Волго-Уральском регионе. Другие разделы книги посвящены домусульманским традициям в искусстве татар. Это традиции, связанные с искусством различных булгарских племен, которые были языческими. Они имели в своей основе тюркское мировоззрение религиозное, связанное с верой в бога Неба Тенгри. Здесь рассматривается, каким образом эти тюркские языческие традиции постепенно наделялись новым содержанием в искусстве мусульманском. Что интересно, это то, что в добулгарских языческих традициях, так же как и в исламском искусстве, не приветствовалось изображение человека, животных и птиц. Мы знаем, что в хадисах есть запрет на изображение бога, пророка и натуралистические изображения живых существ. Так вот, эта традиция отказа от изображения человека, изображение изображались только вожди племен в тюркском искусстве до исламском, вот этот запрет тоже сохранялся. Вообще, это связано со степным кочевым мировоззрением, а также мы знаем, что и в иудейской религии также был запрет на изображение человека в культуре иудейства. И вот среди арабских племен, тоже кочевых племен, никогда не изображали человека, кроме верховных жрецов или предводителей племен. Поэтому вот этот переход от языческих традиций в искусстве к традициям в мусульманском искусстве, связанным с неизображением человека и с таким условным изображением живых существ, все это, в общем-то, находит древние отголоски в степной кочевой культуре булгар. Вторая глава, она посвящена искусству вожской Булгарии, утверждению ислама на этой территории и появлению, становлению мусульманского искусства. Здесь как раз рассматривается вот этот переходный этап, как образы, связанные с мифологией языческой, постепенно трансформируются в условные образы, связанные с символом мира, и затем в такие символические абстрактные образы цветочно-растительного орнамента. Цветочный растительный орнамент символизирует с собой мир, сады, рая, и поэтому вот в исламском искусстве и в искусстве татарском мы видим расцвет цветочно-растительного орнамента. Зооморсные изображения, они сохраняются, но очень условно и так, скажем, обобщенно передаются изображения животных и птиц. Другая глава у нас связана, вторая глава связана с имперским искусством Золотой Орды, где вот эта линия на становление и формирование исламского искусства продолжает свое дальнейшее развитие. В искусстве Золотой Орды мы видим, что вот это обобщение, изменение художественного языка в словно-условности, в декоративности, оно получает еще большее развитие. И в золотардынском искусстве орнаментальность, она буквально пронизывает все виды искусства и в архитектуре, и в прикладном, бытовом искусстве. И вот это дальнейшее развитие золотардынского искусства, оно было связано с расцветом мусульманской культуры. Мы можем говорить о золотардынском искусстве, мусульманском. Обычно выделяют в мусульманском искусстве три компонента. Это арабский, персидский, и вот основываясь на достижениях золотардынского искусства, можно говорить и о тюркском элементе. То есть как бы в исламском искусстве в мире мы можем выделить вот эти три основных компонента. Персидский, арабский, персидский и тюркский. И вот этот тюркский элемент мусульманского искусства, он во многом базируется на тех достижениях, которые были осуществлены в культуре в эпоху золотой орды. Далее мы переходим к искусству казанского ханства. В казанском ханстве мы видим, что мусульманское искусство продолжает свое дальнейшее развитие, но здесь появляются новые черты, связанные с влиянием светского начала, светских таких тенденций в искусстве. В частности, мы можем говорить о мусульманском барокко. То есть в исламском искусстве появляются стилевые тенденции художественные. И вот эта барокко, эта пышность стиля, она связана также с влиянием искусства Турции, тогда османской Турции. Это влияние искусства Персии, это влияние искусства Закавказья. И вот все эти влияния в совокупности и формируют искусство казанского ханства, как такое очень пышное, барочное и возокваляющее ханскую власть. Но с падением казанского ханства мы знаем, что мусульманское искусство в Поволжье претерпевает разрушение, уничтожение. И вот в XVIII-XIX века они в этом учебном пособии рассматриваются в аспекте возрождения разрушенных традиций мусульманской культуры в эти столетия. И мы видим, как постепенно происходит формирование профессионального искусства, ремесел, архитектуры. То есть все это происходит постепенно на протяжении XVIII-XIX, начала XX веков. Здесь есть свои интересные такие влияния, взаимосвязи с русским искусством, с искусством Европы, которые особенно усиливаются в конце XIX, начала XX веков. И мы можем говорить здесь об джидидизме как раз и о том, что в искусстве вот это мусульманское реформаторство, оно также находит свое отражение. Появляется стремление к созданию европейских жанров, живописи, скульптуры, графики, изображает человека, появляется искусство фотографии. И вот все это способствует тому, что на рубеже XIX-XX веков происходит отход от такого символического условного искусства к искусству реалистическому, к искусству, связанному с европейскими жанрами. И вот весь XX век, весь советский период, он был связан как раз, в общем-то, с влиянием вот этого реалистического, так скажем, социалистического, реалистического искусства и мусульманское искусство как таковое прекращает свое существование. Но отдельно в деревнях, в некоторых деревнях были мулы, которые делали шимаили, но все это было подпольно. Ну, многие мечети тоже были, мы знаем, закрыты. И поэтому вот этот период с 1920-х до середины 90-х годов, он как бы является таким периодом упадка мусульманского искусства в нашем регионе. И вот с 90-х годов начинается новый подъем, открывается возможность свободно исповедовать религию. И, естественно, появляются первые шимаили, появляются тугры, появляются шижире, которые делаются часто на арабском языке, на арабском графике. И мы видим, как у нас в Казани, в Татарстане и в других регионах проживание мусульман заново начинается осознание нового мусульманского искусства, искусства конца XX-го, начала XXI веков. Развитие этого искусства происходит на наших глазах. Чем оно характеризуется? В живописи мы видим, никогда не изображается перспектива. Обычно это плоскостные картины, нету обнаженных тел, нету таких вот вульгарных сюжетов. Значит, везде как бы берет главенство вот эта скромность, умиротворенность. То есть вот идейные какие-то основы в живописи, хотя сама форма, жанр европейской живописи, он сохраняется. Кроме того, происходит развитие орнамента. Сейчас очень много у нас орнамент используется в произведениях декоративно-прикладного искусства, в сувенирах. Возрождаются народные промыслы. Происходит такое некое понимание того, что ислам – это не только религиозное явление, и мусульманское искусство – это не чисто религиозное явление, а это явление связанное именно с мировоззрением человека, с его осознанием как части и мусульманского мира, и общего мира, которое должно строиться на добре, значит, и идеалах красоты. Редактор субтитров А.Семкин